Славгород Раньше работал бассейн с детским аквапарком, а теперь еще и новые спортивные залы. Все подробности расскажет Олеся Рыбалка. Мост, который связывает берега Сожа, для жителей Славгородского района был давней мечтой. На левобережье 8 деревень и памятник природы Голубая Креница. Но с ноября по май добраться туда напрямую было невозможно. Летом и в межсезонье попасть за реку можно было по понтонному мосту. Возводили его здесь, именно в этом месте. Новый же мост строят чуть-чуть поодаль, вон там. Зимой же попасть на левый берег можно было исключительно в объезд через два района, Чериковский и Краснопольский. Это 120 километров, почти два часа дороги. Вот так поздней осенью прошлого года только разворачивалось строительство. Полсотни человек, два десятка единиц техники. Сегодня новый мост в Славгороде – самая масштабная стройка области и уникальный проект для всей Беларуси. Здесь уже 9 из 13 опор и вот он, долгожданный момент. На буксире высотой в пятиэтажный дом появляется первый для установки пролет или, как называют мостостроители, ферма. Казалось бы, доставить груз по несудоходной реке – задача из разряда невыполнимых, но нет. Мы и шли порядка 50 километров по реке Сош, которая в судоходстве не используется. Было все рассчитано вместе с мостостроителями, все было рассчитано, чтобы прийти по высокому уровню воды. Таких габаритов по водной артерии в Беларуси еще не было. Две огромные металлоконструкции, каждая весом в 235 тонн, проделали путь по реке в 120 километров. Шли больше недели. Видео, которое сделали работники белорусского речного пароходства, впечатляет. Особенно проход под мостом в Черикове. Не стыдно показать и вице-премьеру страны. Все сложности преодолели благодаря слаженной творческой работе и взаимодействии всех служб. И министерство транспорта и коммуникаций, область полкома, водники, дорожно-строительные. Одним словом, мы успешно, уверенно выполним в течение недели возведение данных мостовых конструкций на фундаменты. Те 15% земель, что на левом берегу, были балластом для экономики района. Мост же откроет прямой транзит в Россию, поможет в развитии туризма, да и задействовать земли под сельское хозяйство в полной мере. Скоро будет возможно. Сегодня уже появляются интересные инвесторы, уже заявляют о создании наши граждане, о создании там агроусадьб. Славгородщина получила такой прекрасный глоток воздуха. Еще одну возможность для развития одного из юго-восточных районов Могилевской области. И этот мост для нас очень важен. Мост полукилометровой длины не весь проект, а только его часть. Весь участок дороги, который здесь построят до Голубой Креницы, 7 километров. Трасса свяжет Славгородский район с соседним Краснопольским, где, кстати, уже завершилась большая стройка. Полностью заработал физкультурно-оздоровительный комплекс. Это престиж для района, и мы, как жители района, должны гордиться и гордимся, что имеется такая возможность. Это, конечно, очень здорово, потому что открылось много различных секций. И особенно мне нравится фитнес, поэтому я с удовольствием буду туда ходить. Это очень полезно для наших детей и для нас, и для нашего будущего. Поэтому мы только за. Мы надеемся, что данный объект поможет нам улучшить и физическое, и моральное здоровье нашего населения, ну и подрастить, соответственно, подрастающее поколение для высшего мастерства. Каждый пятый житель Краснопольщины сегодня занимается физкультурой и спортом. Теперь возможностей еще больше. Например, для развития таких видов спорта, как борьба и бокс. А вот следить за фигурой поможет тренер по фитнесу Александра Алексеенко. После окончания Белорусского университета физической культуры, новый ФОК стал ее первым рабочим местом. Как говорится, главное найти дело по сердцу. Я его искала, я его нашла, и я очень ждала этого дня, когда будет это открытие. Вот, и вот оно наконец-таки свершилось. Я очень рада. Молодому специалисту повезло. Как и другим, кто пришел сюда работать. Для районных властей вопрос трудоустройства – задача номер один. Трудно недооценить вот ввод этого объекта сегодня на земле Краснопольщины. Все взаимосвязано. Здоровье, работоспособность, производительность, показатели социально-экономического развития. Как говорится, в здоровом теле – здоровый дом. Развитие социальной сферы без экономической подпитки невозможно. Поэтому здесь же, в Краснополии, на этот год запланировано открытие двух небольших производств – деревообработки и швейного. И по такому сценарию будет развиваться весь Юго-Восток. На уровне область полкома и губернатор стараются привлекать наши промышленные предприятия – и деревообработки, и трикотажные. Для того, чтобы создавать в Юго-Восточных регионах, не только в Краснополии, в Юго-Восточных регионах, в том числе Хотимске и Черикове, именно маленькое производство с занятостью населением. Вот эта задача сегодня стоит. И в том числе и привлечение, конечно, инвесторов. Тем временем первый товарищеский матч в новом ФОКе между командами Краснополия и Черикова закончился ничьей. Но все же хозяева долго удерживали преимущество. Как будто пытались доказать – в копилке их района завоеванные награды далеко не последние.